МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему, говорит, кто-то, а не я? Как офицер он просто поступил так, как пожертвовал собой и всё. В этот небольшой кирпичный домик семья Евскиных переехала в начале 90-х. До развала Союза они жили в Ташкенте. С приходом в страну демократии бывшие республики отправились в самостоятельное плавание. Узбекистан о своей независимости заявил 31 августа 1991 года. С этого момента русскоязычное население постепенно начинает уезжать из республики. Евскины были одними из первых. Папа эту квартиру, в которой мы выросли в Ташкенте, вот её пришлось продать. И вот здесь папа взял этот домик, и Славик, значит, тоже здесь был. Самый младший в семье Вячеслав переехал позже остальных. В Ташкенте он работал в КГБ и в 1994 году получил перевод в Краснодарское управление ФСБ. О той команде, которая в 90-х работала в службе безопасности, ветераны вспоминают, как о самой слаженной. Он сначала появился, в том я появился в Краснодарском управлении. Поэтому мы оба были как будто новенькими, и как будто оба присматривались друг к другу и к остальному. Посмотрели друг на друга, сказали, да, ну, прошли одну и ту же школу, поэтому нашли вообще сразу язык. В коллектив краевого главка Евскин и Смолин влились в считанные дни. Всё своё время проводили на работе, и только затемно возвращались домой. Они ютились в маленькой комнатке управленческого общежития. Мы с ним жили первое время без семейки, ну, приехали, пока это, там, в таких захолустьях жили и то. Он говорил, нормально, ничего, всё равно выживем, ничего, скоро что-то будет. Отдохнуть Вячеслав мог только у родителей. В селе, в небольшом кирпичном домике в окружении родных. Для всех сотрудников управления в те неспокойные годы именно так выглядел настоящий праздник. Он был самый, вообще, у родителей у всех нас самый маленький, самый вкусненький, и у папы он очень был любимый. Встречались, шашлыки иногда жарили, но это редко бывало, вот, а так всё время занят, всё время занят. Об агентурной работе Вячеслав родным не рассказывал, даже брату, ближе которого у него никого не было. Большинство дел, которыми занимался Евскин-младший, до сих пор засекречены. Тем более, что тогда, в начале-середине 90-х, в стране было очень неспокойно. В 1994 году в России начинают разворачиваться одни из самых драматичных событий в новейшей истории. Летом в Теченской республике идёт борьба за власть. Она уже вышла на улицы городов и постепенно превращалась в гражданскую войну. Сегодня утром в Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось заседание оперативной группы по оказанию гуманитарной помощи мирному населению Чечни, нуждающемуся в эвакуации. Как сообщает агентство РИА Новости, министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу принял решение о начале масштабной гуманитарной акции. 11 декабря 1994 года президент России Борис Ельцин подписывает указ, разрешающий ввод войск на территорию Чеченской республики. Цель – уничтожение боевиков, захвативших власть, приспешников Джохара Дудаева. Тогда в Кремле полагали, что военное вмешательство будет недолгим. На заседании Совета безопасности министр по делам национальности Николай Егоров заявил, 70% населения Чеченской республики поддержат российских солдат и даже будут помогать. Оставшиеся 30% просто умоют руки. В тот же день, 11 декабря, командование группировками получает приказ взять грозный штурмом. Войска движутся к границам республики с трех направлений. С запада и с северной Осетии, с северо-запада – район Моздока, с востока – со стороны Дагестана. Однако идут очень медленно. Колонны постоянно подвергаются обстрелам. Только к 20 декабря силы российской армии достигли чеченской столицы. Но взять город в кольцо не получилось. Штурм начался 31 декабря в 9 утра. Весь день шли непрекращающиеся уличные бои. Несмотря на значительный перевес техники и живой силы, взять грозный не удалось. Новогодний штурм закончился разгромом российских войск. Все это с экрана телевизора в Джигенке видела семья Евскиных. Провал военной операции, потери среди солдат. Тогда только ленивый не обсуждал эту тему. Но это были простые разговоры за семейным столом. А через полтора года для Евскиных все изменилось. Самый младший в семье Вячеслав получил приказ ехать в Чечню. Говорит, я еду в командировку. Мы начали, о что, отговаривать его, не нужно. Мы это знаем, по телевизору все говорят, что стреляют, там убивают. Ну видно же, что убивают, сложная обстановка. Он говорит, да что я еду, мы будем в отдельную. Я говорю, ладно, Славик, ты мне не рассказывай, я немного разбираюсь, говорю. Я говорю, Славик, ну ты же не военный, тебе же можно уйти теперь. Он говорит, Валя, ты такая, говорит, странная, вы меня достали. Я хоть и младший, но вы, говорит, поймите меня правильно. Вот мама и папа, они бы меня, говорит, поняли. И говорит, почему, говорит, кто-то, а не я. От командировки в беспокойную республику Вячеслава отговаривала вся семья. Правдами, неправдами, угрозами. Но майор ФСБ стоял на своем. Мы ему сказали, Валя, я, Славик, это не нужно. Почему? Потому что кто знает, что может быть. Он говорит, нет, я говорю, если ты поедешь, то мы с тобой не это. Он говорит, нет, я, говорит, выбрал это и поеду. Обязательно поеду. Он говорит, вплоть до того, что вы меня никто не будете, если не разрешите мне ехать. В тот день, когда Вячеслав улетал в аэропорт, чтобы проводить младшего, пришли брат и сестра. Он стоял в форме, с вещмешком, перекинутым через плечо, в окружении сослуживцев. Тогда еще раз Славика попытались отговорить от командировки. Единственный начальник сказал, не лезь на роженых. Вот это я хорошо помню. Потому что он такой, что везде, везде это событие. И спуску никому не давал. Лето 1996 года. Столица Чечни под контролем российских войск. Как и большая часть республики. Война стала партизанской. На кадрах хроники того времени солдаты и офицеры не держат в руках автоматы, а занимаются бытовыми делами. Готовят еду на костре, сушат постиранную одежду на броне танка. Но постоянно слышны выстрелы. Одиночные. То дальше, то ближе. А бойцы, кажется, уже перестали их замечать. Так привычно стала война. Вот тут что-то танкисты делают. Метет свой танк. Ты смотри-ка. Убирается. Сотрудники Краснодарского ФСБ жили в центре Грозного. Их расквартировали в общежитии около площади Минутка. В 700 метрах от главного правительственного здания, где находился командный состав военных группировок. 5 августа в город начинают пробираться боевики Дудаева. Они идут тропами вдали от дорог и блокпостов российских войск. На протяжении нескольких дней это тайное движение оставалось вне поля зрения военного командования. И только 7 августа все армейские подразделения были переведены в полную боевую готовность. На следующий день начался бой. Сотрудники ФСБ свое общежитие пытались превратить в крепость. Но боевики взяли здание в окружение. Дудаевцы были хорошо вооружены. Прослушивали радиочастоты, которыми пользовались российские военные. А порой и сами выходили на связь. Ну, ты правильно пойми. Я, например, тебе просто от сердца, да, и чисто желаю, чтобы ты живой, конечно, остался, но уйди лучше. На предложение сдаться ответ был один. Автоматная очередь по позициям боевиков. Свист пуль и грохот взрывов не прекращались до темноты. С наступлением ночи защитники общежития решают покинуть здание. Ведь до основных армейских сил их отделяли каких-то 700 метров площади. Но под открытым небом, без какого-либо прикрытия. И Слава, значит, он пошел последним замыкающим, предпоследними его товарищей несколько, а вот впереди уже все остальные, они шли через площадь. Вот. И из-за угла БТР его прошел трассирующими. Ребята, предпоследний Гаслай, держись за нас, мы тебя вытащим. Он говорит, отставить, уходите. Евскин уже раненый заполз в воронку от бомбоудара. Он отстреливался, пока не закончились патроны. Все, что осталось, две гранаты. Он вытащил Чеку в тот момент, когда боевики уже запрыгнули в воронку. Он не захотел сдаваться просто. Был раненый. Он знал, что если он не сделает с собой ничего, значит, тогда его, не знаю, что там ему было бы. Но он решил, что как офицер он просто поступил так, как, в общем-то, действительно пожертвовал собой и все. Только утром на площади Минутка воцарилась тишина. Стороны конфликта начали долгие переговоры. Они закончились подписанием Хасавюртовского соглашения. Тела погибших в ночь с 8 на 9 августа пролежали на площади несколько дней. И только в 20-х числах родные Вячеслава Евскина смогли опознать брата. Когда его в командировку забирали, он сюда приехал, вот тоже накануне, он говорит, ну, у меня, говорит, такая работа. А Маша ему говорит, Славик, ну, вот вечно ты к нам на день рождения, все никак не попадешь. Он говорит, ну, вот в этом году я, говорит, точно приду. И вот 27-го ворота открыты, с обеих сторон, значит, стоит Ваня и Маша и завозят его в их день рождения. И Маша говорит, эх, говорит, Славик, Славик, даже в этом варианте ты сдержал слово. Вячеслава Евскина похоронили на кладбище в Джигинке. Машину с гробом сопровождали сотни человек. Процессия растянулась на десятки кварталов. А 9 сентября майору Евскину присвоили звание Героя России. В Краснодаре именем Евскина назван бульвар в юбилейном микрорайоне, в Анапе улица. Там стоит монумент в память о подвиге. И каждый год в день его гибели выстраивается почетный королу. Александра Браскурина, Денис Горбунов, Олег Черепок, Кубань-24, Краснодар, Анапа. Продолжение следует...